Видео подготовлено сайтом online.dz.net. Здравствуйте! Решим задание 249. Нам нужно найти значение выражения и пункт А. Минус 7,15 плюс 13,30. Сначала нужно привести к общему знаменателю, дроби, а потом уже посмотрим, как будем вычислять. Общий знаменатель здесь 30, 30 делится и на 30, и на 15. И чтобы привести первую дробь к знаменателю 30, нужно 15 умножить на 2. То есть 2 у нас дополнительный множитель. Минус так и сохраняется. 7 умножить на 2 – 14, и 15 умножить на 2 – 30, и плюс 13,30. Был у нас долг в 14,30, а мы отдали только 13,30. Нужно выяснить, сколько мы еще остаемся должны. Чтобы выяснить, сколько мы еще остаемся должны, нужно из суммы долга вычесть то, что мы уже отдали 14,30 минус 13,30. Будет 1,30, так как это еще наш долг, мы еще 1,30 не отдали. Ставим минус, минус 1,30 пункт B. Минус 5,18 плюс 2,3. Общий знаменатель 18, 18 делится на 3. Нужно будет домножить на 6, вторую дробь. Получаем минус 15,18 плюс 2 на 6,12, 3 на 6,18. Поменяем местами слагаемые. Воспользуемся переместительным свойством. Получаем 12,18 минус 15,18. Из числителя вычисляем числитель, знаменатель оставляем тот же. 12 минус 5,7, 7,18 получили в пункте B. Пункт В, 5,6 минус 3,8. Общий знаменатель здесь будет 24,24 делится на 6 и на 8. 5,6 нужно домножить на 4, 3,8 нужно будет домножить на 3. 5 на 4,20, 20,24 минус 9,24. 24 знаменателя остается. 20 минус 9,11,11,24. И последний пункт, пункт Г. Минус 7,12 минус 11,30. Приведем к общему знаменателю. Общий знаменатель 60. 11,30 на 2 нужно будет домножить на 7,12 на 5. Получаем минус 35,6 минус 22,6 считается общий долг. Сначала мы задолжали 35,6, а затем еще 22,6 минус ставим, так как у нас долг. И 35 плюс 22 будет 57. Знаменатель остается тот же, 60. 57,6 мы должны. Значит, минус 57,6 у нас ответ в пункте Г. И выполнили задание 249. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Из вопросов, предложений или пожеланий подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.